Хочу по-особенному пригласить каждого из вас, если вы присоединяетесь к нам в своих домах. Мы приходим к вам из церкви христианской веры здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния. Это наше воскресное служение, это уже второе наше воскресное служение, русскоязычное служение здесь в церкви. И для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами, если вы принимаете наш сигнал через телеканал «Импакт» вот здесь, на территории Соединенных Штатов Америки, либо в кабельных сетях, либо через сателлит. Хотелось, пользуясь случаем, выразить благодарность руководству телеканала «Импакт» за эту возможность встречаться с вами. В подавляющем большинстве случаев каждое воскресенье в 12.30 по Тихоокеанскому времени, в 3.30 по Восточному времени, благодаря современным технологиям мы можем выйти не только за пределы этих стен, но даже за пределы нашего материка. Поэтому, если вы принимаете наш сигнал в Западной Европе, в Украине, в России, огромнейшая-огромнейшая вам благодарность. 21.30 центральный европейский пояс, 22.30 киевское время и московское время в равной мере 22.30. Я надеюсь, что сегодня Дух Святой использует этот небольшой отрезок времени для того, чтобы сделать что-то в нас очень и очень важное. В продолжении последующих полчаса вы будете видеть на своем экране номер телефона, это номер голосовой почты. Если вы или кто-то, о ком вы знаете, нуждается в молитвенной поддержке, можете позвонить нам, оставить свое сообщение буквально в нескольких словах. Мы будем молиться за вас, и мы будем молиться с вами, веря, что Бог может сделать даже несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Если вы предпочитаете электронный формат, вы можете написать нам в равной мере. Книга Второзакония, 32 глава, наш базовый текст. Книга Второзакония, 32 глава. И смотрим в 13 стих. Он вознес его на высоту земли и кормил его произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы. Мое сегодня послание, если можно его в нескольких словах обозначить. Будет сводиться к следующему. Благодать Божья в самых необычных местах. Благодать Божья. Найти благодать Божью. Открыть благодать Божью для себя. В самых необычных для этого местах. Давайте начнем свои рассуждения с очень простого, я бы сказал, даже банального утверждения. Я даже не буду просить, чтобы вы поднимали руки. Потому что я знаю, что все вы там были. Каждый из нас, без исключения, проходит какие-то тяжелые времена. Они по самому разному могут выглядеть, но они тяжелые. И мы в этом случае не отличаемся от героев Библии. Потому что люди, которые оставили после себя след, люди, на которых можно смотреть и которым надо подражать, проходили долину смертной тени. Не всегда их жизненная тропа была уложена розами. Были моменты разочарования, даже глубокой депрессии. Были моменты, когда хотелось выбросить белый флаг и сдаться или полностью закрыться ото всех. Ряд героев на страницах Священного Писания проходили тяжелые времена. Невыносимые, я бы даже сказал, сезоны. Как мы с вами сегодня. Для кого-то, быть может, это потеря близкого человека. Для кого-то это, быть может, серьезная финансовая ситуация. Напряжение во взаимоотношениях с детьми. И по списку, в общем-то, можно идти очень долго. И вот, когда мы проходим с вами тяжелые времена, когда мы проходим с вами сложные сезоны, по сути, у нас не так много выбора. У нас либо выбор стать лучше, либо наполниться какой-то горечью. К большому сожалению, очень часто в жизни верующих людей тяжелые времена делают людей тяжелыми. Тяжелые времена делают людей грубыми. Тяжелые времена делают людей безотзывчивыми. Тяжелые времена делают людей, даже не зная, какой эпитет подобрать здесь. И мое сегодня послание будет сводиться к тому, что, проходя через свой тяжелый, даже невыносимый сезон, Бог говорит, у меня для тебя есть мед из камня. У меня для тебя есть елей из скалы. Можно найти благодать. Надо найти благодать. Божью для каждого сезона в своей жизни в самых неподходящих для этого местах. Я говорил, на первом собрании очень легко поднять голову, когда послушные дети, когда они служат Богу, когда все счета проплочены, когда нету никаких сложностей. Очень легко. Но когда мы оказываемся в какой-то долине, когда мы погружаемся в какой-то сложный сезон, вот тогда мы по-особенному нуждаемся в Божьей благодати. И она у Господа есть. В самых неподходящих для этого местах. На основании прочитанного текста, книга второзакония 32, 13, Бог говорит, мед будет истощать камень для тебя. Бог говорит, елей будет истощать скала для тебя. В самых неподходящих для этого местах у Бога есть благодать. Для нашего сложного сезона. Кто-нибудь закричите «Аминь». Я буду возвращаться к этому опять и опять. В самых неподходящих местах у Бога есть особенная благодать, чтобы мы достойно прошли свой тяжелый, если мы в нем находимся, сезон. И по сути в этом тексте, друзья, для нас прописана дорожная карта. Поэтому обращаем внимание на 13 стих еще раз. Второзаконие 32, 13. «Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы». Если вы конспектируете, можете записать себе. «Нам гарантирован мед из камня, нам гарантирован елей из твердой скалы по мере того, как мы с вами восходим на высоту». Я повторю это еще раз. «По мере того, как мы поднимаемся на его высоту, нам гарантирован мед из камня, нам гарантирован елей из твердой скалы». И есть ряд мест священного Писания, на которые я хочу обратить ваше внимание, подтверждающую эту мысль. Книгу пророка Исаии мы переходим в 33 главу. Книга пророка Исаии, 33 глава. Я помогаю кому-то сегодня? Книга пророка Исаии, 33 глава. 14 стих. Книга пророка Исаии, 33-14. «Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла? Задается вопрос, кто может, ну, за недостатком лучшего выражения, сосуществовать с таким Богом? Он есть огонь поедающий. Кто может выстоять в его присутствии? И Бог через пророка отвечает. Может устоять в его присутствии. человек, который помышляет праведно, который говорит истину, который презирает корысть от притеснения, который удерживает руки свои от взяток, который закрывает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, который закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла? Что написано в следующем стихе? Тот, обладатель пятнадцатого текста, кто ходит в праведности, кто говорит истину, кто не берет взяток, кто помышляет о чистоте, кто ориентируется на Господа и только на Него и всегда. Что написано в следующем стихе? Тот будет обитать на высотах. Вы здесь или нет? Исаия 33, 16. Тот будет обитать на высотах, убежище его, неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у Него не иссякнет. И вот когда ты и я, когда мы поднимаемся на нашу высоту, Господь говорит, из скалы потечет мед. Господь говорит, из камня польется елей. Твой тяжелый сезон, наши твердые места не сделают нас наполненными горечью, они наполнят нас сладостью Его присутствия. Потому что можно и надо найти Его благодать в самых неподходящих для этого местах. И Господь говорит, у меня для тебя есть мед из камня, у меня для тебя есть елей из твердой скалы. ПОЗАБОТЬСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ПОПАТЬ НА ВЫСОТУ! Я не мог, чтобы в этом случае не обратить ваше внимание на человека, который был оторван от своего родительского гнезда, самое неподходящее в это время. Сколько ему было? 16. Сколько ему было? 17. Сколько ему было? 18. Может быть, к этому и сводилась ошибка Якова, что он и сшил ему разноцветную одежду. И его братья возненавидели его. Возненавидели его за его одежду и возненавидели его за его сны. Потому что у него была неосторожность поделиться пророческим словом, которое Господь ему дал о его будущем. Как бы мы себя чувствовали? Об этом даже страшно подумать. Когда твои братья, когда твоя плоть и кровь говорит, убьем, нет, продадим. Как можно родного продать? Как можно от него в его глазах отказаться? Как можно ему вот так публично, негромко сказано, плюнуть в глаза? Когда, если мы ведем речь о тяжелых временах, если мы ведем речь о сложном сезоне, это был сложный сезон в жизни человека. Но Иосиф, это то, к чему я вас поощряю, избирает чистоту. Он избирает чистоту в своих мыслях, Он избирает чистоту в своих поступках, Он избирает чистоту в своих взглядах. Потому что если я хожу в чистоте, если я помышляю о том, что чисто, если я веду себя соответственно, то удел мой высота. И там, на высотах, мед потечет из камня. Там, на высотах, зелей потечет из твердой скалы. Мне тяжело будет отождествиться с тем, что Иосиф переживает, когда его братья продают его. Когда его привозят в Египет, и он опять, чтобы быть проданным. Но Господь был с ним. Они хотели бросить его чем поглубже, а Господь начинает поднимать его чем повыше. Слышите? Они хотели бросить его чем поглубже, но Господь поднимает его чем повыше. Они хотели насмеяться над ним, но смеется тот, кто смеется последний. И надо же такому случиться, что из всех, кто посмотрел на Иосифа, как на продукт, достойный вложения, был Патифар. И он говорит, я покупаю этого раба, я покупаю этого человека, я покупаю, и он становится моей собственностью от сегодняшнего дня. Но если человек говорит истину, если человек поступает по правде, если человек удерживает руку от взятки, если человек закрывает свое ухо, чтобы слышать о кровопролитии, тогда Господь начинает поднимать его. Потому что удел такого человека – высоты. И то, что должно было быть низиной для Иосифа в доме Патифара, Господь поднимает его, и он становится управляющим всего дома. И вот там, на этой высоте, из камня начинает выходить мед. Там, на этой высоте, из гранитной скалы начинает вытекать елей. В результате тяжелого времени, тяжелого сезона, в котором Иосиф оказался, он не стал наполненным горечью. Его уста наполняются сладостью, благодарностью Господу. Кто из вас знает, что мы переходим от славы в славу? Кто-нибудь может свидетельствовать об этом? Но дело в том, что прежде чем мы от славы в славу перейдем, есть промежуточная такая ступень. Я называю ее полное бесславие. Разговор о славе, от славы в славу и сезон бесславия. Как бы поднимается Иосиф, ну, по карьерной лестнице. Представляете себе, если бы ему надо было резюме заполнить. Да без языка, без родины, без флага, на чужбине, в рабство продан. Но Бог начинает поднимать его. Бог начинает возвышать его. Потому что Иосиф, и для такого, как Иосиф, прибежище его неприступные скалы. Он должен взойти на высоту. И Господь сам прокладывает ему дорогу туда. И вот когда он уже уперся в потолок, как бы в своей лестничной или в своей карьерной лестнице. Управляет домом, занимается всеми делами. Этот потифар, мне кажется, так его звали, он и голова не болит абсолютно ни за что. Потому что все белые уплочены. И все белые уплочены вовремя. И дом убран, и все разложено. И возле дома убрано. Ну просто комар носа не подточит. Комар нет. А комариха захотела. И он занимается своими делами возле дома, как птичка, порхает, чтобы все блестело, чтобы все было красиво. А она сидит. Вы знаете, вот эти, которые хотят нашу жизнь бесславием заполнить, их даже имен мы не знаем. Да и не надо. Он порхает по дому. Но он же говорит истину в сердце. Но он же помышляет о правде. Он же заботится о сердечной чистоте. А она наоборот. Строит ковы, чтобы погрузить его в болото. И вот когда она схватила его, у него оставался один вариант. Вырваться чем побыстрее и убежать. Она, тетка, еще та. Муженек, вот этот раб, которого ты привел, двуязычный на данный момент уже. И при нем мы ничего не знаем. Все так в доме хорошо. Но он пришел наругаться надо мною. И вот с этой высоты, на которую Бог поднял Иосифа в доме Патифара, он просто сваливается. Казалось бы, зачем такой поворот вещей? Но я сказал раньше, повторюсь еще раз, смеется тот, кто смеется последним. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И он в тюрьме. Приехали. Тут живешь, свое расписание. Встаешь, когда считаешь нужным. Ложишься, когда считаешь нужным. Ну, в доме хозяин попадает в другой дом. Ему говорят, от сегодняшнего дня у тебя будут хозяева. Но Бог посмотрел и улыбнулся. И через очень короткое время. Почему? Потому что он говорит истину в сердце. Почему? Потому что он закрывает уши, чтобы не слышать о кровопролитии. Почему? Потому что он закрывает глаза, чтобы не видеть зла. Почему? Потому что он боится Бога. Почему? Потому что чистота сердца для него важнее всего. И он знает, когда я буду в чистоте перед Богом, мои глаза увидят царя в красоте, потому что чистое сердце Бога увидят. Я еще не знаю, как он проявит себя. Я еще не знаю, как он засвидетельствует о себе. Но если мое сердце в чистоте перед ним, я знаю, что Бог мой встанет за меня. Я знаю, что Бог откроет двери для меня. Я знаю, что Бог невозможное сделает возможным. И вот этот в тюрьме. Потому что он будет обитать на высотах. И совсем мало времени прошло. Он потерял позицию в доме Патифара. Ну, может быть, завидовать нечему в тюрьме, но все-таки номер один. И он управляет всем. Иосиф нравится всем. А надо же такому случиться, что вот этому управителю в тюрьме, правда, сейчас, еще и даны дары кое-какие, способности, сны умеет истолковывать. И вот два пришло и говорят, слушай, ты понимаешь, сон видел. Встревожился человек. Спать не может, есть не может. То холодный пот, то еще какой-то там. И он вот такой весь. Иосиф утречком приходит к нему, говорит, чем могу вам помочь? Ничего не надо. Сон будоражит меня. Расскажи сон. Вот сон у меня вот такой. Ветвь винограда. Или три было там, и грозья взял, и выжал, и чашу фараону подал. Говорит, это все очень просто. Через три дня фараон вспомнит о тебе, позовет тебя. И как в былые времена, ты подашь ему чашу. Хлебодар слушает. Хотелось бы через три дня тоже угораздить в дом фараона. Слушай, а мне тоже был сон. Вот корзина, одна, две, три на голове, и птицы. Птицы, корзины, на голове, клюют, да. Ага, тоже через три дня что-то произойдет. Голову снибит с себя фараон. И как он истолковал, так и произошло. И перед тем, как виночерпий вышел, Иосиф говорит, слушай. Слушай, поговори с фараоном. Слушайте, смиритесь перед Богом, да вознесет вас. Громче, да вознесет вас. Да вознесет вас. Иосифу хотелось сейчас, а у Бога свои часы. И он забыл на два года, забыл Иосифа и свои погрешности, занят бизнесом, чашу подает. Вдруг, в один день, он заходит в дом фараона, непосредственно в его присутствие, и он не может поверить. Тот же самый пот, которым он обливался два года назад, та же самая озабоченность, то же самое волнение, те же самые беспокойства, которые наполняли его. Он не узнает фараона. Он говорит, что такое? Фараон говорит, сон снился мне, и никто не может истолковать. Слушай, вспоминаю грех свой, вспоминаю преступления свои, вспоминаю о том, что и правды не говорил, вспоминаю о том, что и думал неправильно, вспоминаю о том, что и злые слова уха выходили из моих уст в сторону тебя. Но там был один иностранец, и мы видели сны, и он дал нам истолкование. И в один день Иосиф, все поменялось. Стоит перед фараоном, вчерашний заключенный, и обращается к лидеру супердержавы тех дней с пророческим словом. Скажите, не неправ ли Бог, засвидетельствовавший, что я вознесу тебя на высоты? И там для тебя будет мед из камня, и будет елей из твердой скалы. В свои тяжелые времена ты найдешь особенную благодать в самых неподходящих для этого местах. Знаете, в чем история Иосифа? Не в том, что он тетке отказал, хотя он ей отказал. Не в том, что он сны истолковал, хотя он их истолковал. Не в том, что он перед фараоном встал, хотя он перед фараоном встал. История Иосифа сводится к тому, что когда он прошел, я не нахожу другого слова. Эту мясорубку он не наполнился горечью. В его устах, на его устах приятность. Там мед, там нет оскомы, там нет горечи, там нет какой-то непристойности. Он говорит чисто, он ведет себя правильно, он поступает с легкостью, его сердце наполнено прощением, потому что в свой тяжелый сезон, потому что в свои тяжелые времена для него из камня выходил мед. Но для него из гранитной скалы был высечен елей. И тот же самый Бог, сделавший это для Иосифа, может сделать это и для нас с вами. Если ты веришь, закричи Голос.